Доброе утро, братья и сестры, будьте благословенны, пожалуйста, присаживайтесь, слава Богу. Положи руку на своего соседа, помолись за него, две минутки еще, скажи Бог благослови моего брата, мою сестру, пусть небо будет открыто, пусть милость твоя будет, пусть благодать твоя будет, пусть чудеса твои приходят в каждую жизнь, пусть приходит сверхъестественная сила, Боже благослови, чтобы твое слово, оно проникало в эти сердца, в эти души и меняло наши жизни, меняло наши судьбы, Бог благослови. Дух Святой, мы благодарим Тебя за силу Твою, которая действует на этом месте, мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты можешь проникать во все глубины, и Ты можешь проникать в наши сердца, Ты можешь проникать в наши мысли, Ты можешь возвращать отпадших, Ты можешь восстанавливать упавших, Ты можешь, Дух Святой, давать веру тем, кто ее потерял, Ты можешь сегодня проникать в больные органы, Ты можешь своей силой уничтожать рак, уничтожать проклятие, уничтожать колдовство. Дух Святой, ты можешь сегодня проникать в разум людей и менять их мышление, менять их взгляды на жизнь, взгляды на ситуации. Дух Святой, мы благодарим тебя, что для тебя нет ничего невозможного. Ты вне времени, ты вне пространства, поэтому ты можешь быть везде, ты можешь быть полнотой, наполняющей все и во всем. Дух Святой, мы приглашаем тебя, мы верим в твое помазание сейчас, мы верим в твою славу, Дух Святой на этом месте, во имя Иисуса. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Амин. И слава Богу. И сегодня у нас особый день, когда мы молимся за людей, чтобы каждый человек получил свободу. Знаете, люди делятся на три части. Одни люди, они служат Богу, другие люди, они служат дьяволу, их немного, но они есть. Вот. И есть люди, которые не верят ни в Бога, ни в дьявола, они верят в самих себя. Да. Есть такие люди. Вот. Они гордые все. Поэтому у них проблемы и с Богом, и с дьяволом. Поэтому их мочит и Бог, и дьявол. Вот. Понятно, что если ты будешь служить Богу, то у тебя сразу появится враг. Дьявол. Но так как ты служишь Богу, и Бог, он намного сильнее, чем дьявол, то, конечно же, нам лучше служить Богу. Аминь. Вот мужик нахальный, ну что ты там встал? Иди. Ну ты видишь. Вот это проблема нашей Украины. Вот смотрите, один человек может просто вот так вот не уважать тысячу, плевать на них и говорить, а я пойду сейчас что-нибудь скажу. Это хорошо в церкви. Могут вывести, вынести. А вот. А в самолете вот появляется такой, ну не вынесешь его, не вынесешь. Базарец сидит все. Куда ты его выкинешь? Некуда выкинуть. Приходится всем смиряться, ждать. Вот такая, такая жизнь. Хорошо, братья и сестры, надо служить Богу, тогда ты можешь поражать дьявола в голову. Конечно, он будет жалить тебя в пяту, но это не так страшно. Аминь. Потому что ты все-таки бьешь его по голове. Сегодня у нас потрясающий день. И у нас в гостях, я бы сказал, легендарный человек. Потому что есть такие люди, легенды. Это экзорцист в мире номер один. Он изгонял бесов везде. В Голливуде, с артистов. Вот. Прямо на шоу программах, что было большой неожиданностью для всех операторов, для всех, кто там эти программы делал. Он действительно способен делать работу Божью. И я очень рад, что сегодня он наш друг, он у нас в гостях. Вот. И у него уникальная семья. У него бесов изгоняет его дочери, там, его подруги дочерей. Его жена. Короче, все изгоняют дьявола. И у них это получается. Аминь. Если кто-то думает, что дьявол это такой черт с рожками, которого рисовали раньше в детских книжках, то вы глубоко ошибаетесь. Один маленький бес, который живет внутри тебя, он может разрушить всю твою жизнь. Он может принести тебе рак. Он может сделать так, что ты умрешь раньше времени. Это не просто какая-то мистическая сила, которой нету или которая выдуманная. Это реальная сила. Поэтому Иисус сказал, противостойте дьяволу. Он сказал, я дал вам власть наступать на змей, скорпионов, пражью силу. Можно не признавать дьявола. Можно на него не обращать внимания. Знаете, когда ты видишь, какие люди беззащитные. Люди беззащитные. Знаете, мы настолько беззащитные на этой земле. Ты следующие 10 минут своей жизни не знаешь. Человек беззащитен. Вот сейчас какая-то появилась там Эбола. Все, люди боятся заразиться, потому что заразился, все, умер. Люди боятся каких-то катастроф, аварий. В Харькове мужики водки купили, выпили. 13 человек померло. Все. Ты говоришь, не пейте водки. Так водки не пейте. Можно яиц поесть, тоже умереть. Люди беззащитные. Селедки поел, все, помер. Ужас. Понимаете, люди беззащитные. Почему? Потому что дьявол делает, что хочет. Что хочет, делает. И только человек верующий, который верит Богу, имеет связь с Богом, он может противостать дьяволу. И дьявол убежит из его жизни. Библия говорит, он убежит. Амин. Поэтому, если ты хочешь обезопасить себя, ты должен быть верующим. Хорошо. Не буду занимать много времени. Давайте поприветствуем Бобу Ларсона. И дадим ему возможность проповедовать, служить. Спасибо. 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 Доброе утро. Каждый раз, когда я приезжаю в Украину, я немного запутываюсь. У нас в Америке есть один путь, как поздороваться с людьми. Мы только говорим «хэллоу». Доброе утро, добровечу, добрый день. Мне каждый раз приходится смотреть на часы, чтобы понять, как с вами поприветствоваться. Доброе утро. И правда, это большая-большая честь для меня находиться здесь с вами сегодня. Каждый раз, когда я улетаю в Украину, моя жена и мои дети плачут. Потому что папочка уезжает настолько далеко в другую страну. Но моя жена всегда говорит мне, Я понимаю и знаю, насколько ты любишь людей в Украине. И насколько тебе это значит. И мы благословляем тебя на этот путь. И я уже много раз здесь был на библейской школе. И я также встречался с замечательными людьми здесь по воскресеньям. Но я никогда не пренебрегаю этими служениями. И вправду, то, что Бог делает здесь, это настолько замечательно и настолько уникально. Правда, поверьте мне, это большая честь для меня находиться здесь. И быть окруженными такими замечательными людьми. И такой великий муж Божий, как епископ Андрей. Я рад, что он мой друг. Никогда не забывайте, насколько замечательно это место. И такие великие вещи, которые исходят отсюда, от Бога. Поэтому, правда, еще раз хочу повторить, что это большая привилегия для меня находиться здесь. И я очень ждал вот эту вот неделю. Я очень жду последующую неделю, потому что мне предоставилась честь учить пастырей. И я знаю, что многие из вас присоединятся к нам. И мое понимание следующее. Что тема этой миссионерской школы является освобождением. И мне предоставилась честь закончить эту миссионерскую школу. Закончить миссионерскую школу учением, которое складывалось десятками лет. И когда Бог позволит мне влиять на каждого из этих пастырей, и через их церкви, они будут влиять на сотни тысяч других людей. И вот почему я очень рад находиться здесь. Я должен сказать вам, что этот год был наилучшим годом моей жизни. И я правду говорю вам, я имею это в виду. У меня замечательная жизнь. И Бог благословил меня разными вещами. И я достиг много вещей ради Его славы. Но поверьте, этот год был моим самым лучшим годом. Те двери, которые открыл для меня Господь в этом служении, это просто невероятно. Я не знаю, почему Богу заняло столько много времени, чтобы открыть этой двери для меня. Но я хочу вдохновить всех вас. Что-либо, к чему-либо Бог не призвал вас в этой жизни, запомните, никогда не поздно стать лучшим. Никогда не сдавайся. Продолжай простираться вперед. И, воистину, самые лучшие ожидания в твоей жизни будут еще впереди. Поверьте, дьявол хотел убить меня несколько раз. В 2012 году я почти умер. У меня были инфекции, которые были очень опасны для меня. Они были смертельные. И пришлось сделать экстренную операцию. И следующий год пришлось заменить мое колено. И также у меня были сверстки крови, и из-за этого я чуть тоже не умер. Доктора даже посоветовали мне попрощаться с моей семьей. И поверьте, я никогда не забуду этот вечер в больнице. Лying on a hospital bed. Когда я лежал на постели в больнице. My wife and three daughters standing around me. Когда вокруг меня стояла моя жена и мои три дочери. I told them this. И я им сказал следующее. The doctors say I may not live through the night. Я сказал им, врачи сказали, что я не могу, я могу не выжить и умереть этой ночью. И мне надо сказать своей семье пока. I have been to the very edge of death several times. God has brought me back. And each time I've been stronger than before. And I'm stronger than ever now. And I'm seeing God do greater things than ever. A greater anointing. More of the power of God. Don't you ever give up. No matter what the devil brings your way. Keep fighting back. Keep fighting back. Keep going forward for the Lord. And your best will be ahead of you too. Amin. Amin. Скажи amin. You know. I was talking with Bishop Andrey a little while ago. Буквально полчаса тому назад мы общались с епископом Андреем. And I showed him something. I realized at the back you can't see this very well. I'm not sure who is sitting behind you. You don't see it. This is a magazine that just came out a couple of weeks ago. It's a magazine that just came out a couple of weeks ago. It's a magazine in the United States. It's a magazine in the United States. It's called People. It's called People. This is the most read magazine in America. It's the most read magazine in America. The most popular magazine in the world. 50 million people read this magazine. 50 million. That's more than everybody in Ukraine. Look inside. Посмотрите внутрь. A huge story. Огромная история. Огромная статья. О моем служении. Now, I didn't pay somebody to put this article here. И я не платил никому, чтобы поместили это туда. This has been a huge breakthrough for our ministry. Это, это статья, это большой прорыв для нашего служения. Most of all for the cause of Christ. И в основном это все из-за Христа. Миллионы of people know Jesus is real. И теперь миллионы людей знают, что Иисус реален. They know that Jesus sets people free. Он знает, люди знают, что Иисус освобождает людей. Аминь. And this is my oldest daughter right here. И вот это моя старшая дочь. She is now in her fourth year at university. Она на четвертом курсе в университете. Some of you remember when she and her friends were here three years ago. Может быть, кто-то помнит, когда она и ее подруги были здесь три года тому назад. She's going to be a doctor now. И вот она сейчас скоро станет врачом-хирургом. And she's ready to go into medical school. Она уже готова поступить в свою специальность. Our middle daughter just went to university. Наша средняя дочь только поступила в университет. She's going to be a lawyer. И она будет юристом. Our youngest is 15. И самая младшая наша дочь, которой 15. And she wants to be an artist and designer. Она хочет быть дизайнером и художником. Бог сильно благословил меня. Бог открыл замечательные и великолепные двери для меня. И замечательные вещи происходят. Я также говорил епископу Андрею, что с нами связались на этой неделе одна из самых больших компаний в Голливуде, которая делает фильмы. Я уверен, вы смотрели фильмы от этой компании. Они захотели сделать телевизионное шоу со мной и с моей женой. И они захотели сделать мировую программу на тему экзорцизма. И люди, которые стоят за этой компанией, евреи. И представьте, они верят в то, что мы делаем. Я не делаю эти вещи, я не произвожу эти вещи сам. Я даже не стараюсь делать это сам. Я просто делаю то, что я делаю. Я просто изгоняю бесов. Освобождаю людей во имя Иисуса Христа. И весь мир смотрит. Очень люди заинтересованы на сегодняшний день в мистических сверхъестественных вещах. Я замечаю это в любую страну, куда я не поеду. Я был в Лос-Анджелесе буквально пару недель тому назад. И у меня брали интервью на первой станции номер один на радио в Лос-Анджелесе. И человек, который брал у меня интервью, задал мне следующий вопрос. Расскажите, пожалуйста, Пастор Боб, какой был самый интересный сеанс экзорцизма, который вы когда-либо проводили? Я очень часто мне задают такой вопрос. И это сложно задать ответ. И, если честно, сложно ответить на него. Мы лично задокументировали более 40 тысяч освобождений. 40 тысяч. Как мне выбрать из 40 тысяч и один? Но я вспомнил один. И это произошло, когда я находился в Австралии несколько лет тому назад. И я также давал интервью на телевидении в Австралии. Человек, который брал у меня это интервью в Австралии, он был особо заинтересован в том, чем я занимаюсь. И он пришел ко мне после интервью, после телевизионного шоу. И он сказал, спросил меня, согласишься ли ты провести сеанс экзорцизма со мной? Он спросил, как ты думаешь, есть ли у меня демоны? Я посмотрел ему в глаза. Я сказал, да, у тебя есть демоны. И он говорит, я кидаю тебе вызов. Сделай экзорцизм. Я даже привезу телевизионные камеры, и мы заснимем это. Я сказал, пожалуйста. И мы организовали эту встречу в гостиной комнате. Мы сняли большой номер в гостинице. И вот эта австралийская звезда телевизионная была там. Он привез с собой все эти камеры. И мы сели напротив друг друга, чтобы общаться. Со мной также были некоторые пастыра и друзья моего служения. И камеры записывали все происходящее там. И он начал с того, что он рассказывал мне о своей жизни. Он был более, чем просто телевизионная звезда. Он обучался в элитных войсках, военных войсках. И он занимался этими искусствами, восточными искусствами. И также он признался, что когда он служил в армии, он убил много людей. И до того, когда мы включили камеры, он сказал мне что-то еще. Он также являлся частью команды, которая была заслана в Африку, чтобы убить какого-то политического лидера. Я посмотрел на него. И я также кинул вызов только его демонам. Он начал рычать и проявлять демонов прямо перед камерами. И когда же он пришел к сознанию и начал понимать, что происходит, он сразу же выключил камеры. Он сказал, вытащите камеры отсюда, выключите. И он заставил всех выйти. И в номере остались только он и я. И также его девушка, которая была буддист. И также пару некоторых пастырей остались. Он сказал, я бью тебя судом Божьим. Он прыгнул на свой стул и начал как бы нападать на меня. Я сказал, я бью тебя судом Божьим. И он отлетел как бы назад и упал на пол. И он лежал на полу, он был как мертвый. Я встал над ним. И я начал изгонять из него демонов. И следующая вещь, которую я заметил. Он был на другой стороне комнаты. Когда я стоял над ним, он уже был в другой стороне комнаты. Он лежал на своей спине, как мертвый. Он левитировал, поднялся над полом и полетел по воздуху. Как бы перевернулся в воздухе. И где-то 20 футов от того места, где он поднялся, он приземлился на свои ноги. И он стоял в позе в карате. Опять я начал бить его силой Божьей. Эта история очень сложно верить в такую историю. Как это возможно? Лежать на своей спине, как мертвому на полу. Потом взлететь в воздух, перевернуться в воздухе и приземлиться на свои ноги и встать в позицию карате. Вот что сатана может делать. И вот что интересно. Я сказал это человеку, который брал у меня интервью и спрашивал, какая у меня самая любимая история. Я не смог привести этого человека к Богу в тот день. Он не хотел избавляться от своих демонов. Знаете, некоторым людям нравится оставлять своих демонов, они хотят их оставить. Вы знали это? Просто им нравится, что демоны делают для них. Например, этому парню нравилась та сила, которая давалась ему от демонов. Но его девушка, которая была буддистом, она следила за этим всем, она наблюдала. И этот человек вышел из комнаты. Его девушка сидела в абсолютном шоке. Она говорит, я была буддистом всю свою жизнь. Я путешествовала по всему миру по разным буддистским храмам. Никогда не видела ничего подобного. В этот день, в этом гостиничном номере, мы привели ее ко Христу. Мы изгнали ее демонов. Она написала целую книгу на эту тему. Она дала свое свидетельство. И эта книга стала бестселлером в Австралии. И сегодня ее служение освобождения является настолько сильным в Австралии. Что случилось в этот день, это не было для этого парня. Это было для той девушки, с кем он проживал. И на сегодняшний день она является великой женщиной Божьей. Она путешествует по всему миру и проповедует Евангелие. И она изгоняет демонов из людей. Потому что она видела силу Иисуса Христа в действии. Аминь! Вот что этот мир должен увидеть. Он должен увидеть Иисуса. Хочу поделиться некоторыми вещами с вами сегодня. Если вы принесли сегодня с собой Библию, откройте, пожалуйста, Третью книгу Царств, 21 главу. Третью книгу Царств, 21 главу. Руки поднимите там. Руки поднимите там. Руки поднимите там. Улыбайтесь. Улыбайтесь. Третью книгу Царств, 21 главу. Третью книгу Царств, 21 главу. Третью книгу Царств, 21 главу. Вы выглядите замечательно. Позвольте мне еще напомнить вам об одной вещи. Наверное, многие из вас смотрели на Ютубе. Кто смотрел меня на Ютубе? Столько много из вас. Кто из вас смотрел украинский экзорцизм в Ютубе? Кто из вас смотрел украинский экзорцизм в Ютубе? Мы сейчас имеемо более 8 миллионов просмотров в Ютубе. Isn't that great? Before the end of the year, there will be 10 million viewers. 10 million people watching the power of God. Isn't that great? Hallelujah. Come on. Give the Lord a hand. Поднимите мой микрофон чуть-чуть. Некоторые люди, которые смотрят нас в Ютубе, задают следующий вопрос. Пастор Боб, почти каждый экзорцизм это Езавель. Они говорят, пастор Боб, почему почти каждый экзорцизм это Езавель? Are there that many Jezebels? We don't understand. Мы не понимаем. You cast out Jezebel. Ты изгоняешь Езавель. You send Jezebel to the pit of hell. Ты посылаешь Езавель в бездну. And in the next YouTube exorcism, she's right back again. И потом, в следующем YouTube exorcism, мы видим опять Езавель. Does Jezebel keep going from hell and coming back every time you cast her out? Что Езавель идет в бездну, леват, а потом возвращается каждый раз? Here's what they don't understand. Вот то, что они не понимают. There's more than one Jezebel spirit. Now, our book Jezebel is available in Russian. We don't have them today, but we'll have them this week. К сожалению, сегодня в наличии их у нас здесь нет, но на этой неделе можно будет приобрести копию. How many of you already have my Jezebel book in Russian? Many of you do. Well, I explain this in the book. The name Jezebel is about a certain kind of demon. Видите, Езавель, Само Езавель, это не один тип демона. It's a category of demon. There are many, many Jezebel spirits. Поэтому есть много, много духов Езавели. So, when I cast out a Jezebel spirit, and I send it to the pit. And then you see another exorcism when I cast out Jezebel. That's a different Jezebel spirit. Jezebel is a certain kind of demon. And they all have the name of the ancient queen of Israel, Jezebel. So, there are many different ways that Jezebel manifests. Поэтому есть разные пути, как проявляет себя Езавель. And I talk about this in my book. Я говорю об этом больше в своей книге. And I will teach about that during this week. Я также буду учить на эту тему на протяжении этой библейской школы. So, when one person has a Jezebel spirit, If one person has a Jezebel spirit, Another person can have a Jezebel spirit. Then another person can have a Jezebel spirit. In fact, one person can have more than one Jezebel. I've done repeat deliverances on the same person. I've done repeat deliverances on the same person. I've cast the Jezebel spirit at least ten times out of one person. Each one is a different Jezebel. They're all Jezebel spirits. They just do different things. So, Jezebel is a very adaptable spirit. And Jezebel has many evil friends. So, when I deal with the Jezebel spirit, Here are the other demons I usually find with Jezebel. And so, when I deal with Jezebel spirit, I usually find with Jezebel. Lucifer. Mammon. Death. Смерть. Murder. Убийство. Bal. Bal. Moloch. Moloch. These are the kinds of demons that hang around Jezebel. These are the kinds of demons that hang around Jezebel. So, when I find Jezebel, I know to look for these other spirits as well. Now, here's something unique about the Jezebel spirit. The Jezebel spirit operates in certain ways. The Jezebel spirit operates in certain ways. Controll. Controll. Через контроль. Murder. Через убийство. Witchcraft. Через колдовство. Sex. Через секс. Manipulation. Через манипуляцию. Those are the five most common ways Jezebel operates. Вот пять самых распространенных методов Иезавелия. Вот что делает Дух Иезавелия. Дух Иезавелия старается взять контроль над всем. Иезавел хочет контролировать всем. У Духа Иезавелия очень большое эго. Это очень гордый Дух. Я каждый раз, когда смотрю на Дух Иезавелия, я знаю, что она смотрит на меня с ухмыркой на своем лице. Очень гордый Дух. Но Иезавелия не только об контроль, Иезавелия об смерти. Но также, как я говорил ранее, Дух Иезавелия не только о контроле, но еще о убийстве. Иезавел хочет убить и разрушить все, что есть в церкви. Иезавелия работает в сфере секса. Вот почему этот демон настолько распространенный сегодня. Потому что на сегодняшний день мы видим столько сексуальной развращенности. Столько разврата и сексуальных грехов. И порнографии. Если вы где-то видите инцест. Насилие. Сексуальное насилие детей. Вы найдете там Дух Иезавелия. Вы найдете там Дух Иезавелия. Я очень часто делаю следующее заявление. Это шокирующее заявление, но оно правдивое. Практически каждый человек, которому надлежало пройти эти вещи, он имеет в себе Дух Иезавелия. Если ты был жертвой инцеста. Насилие. Насилие. В детстве насилие над тобой. Вполне возможно, что в тебе есть Дух Иезавелия. Потому что человек, который сделал это с тобой, у него точно был Дух Иезавелия. Когда они надругались над тобой, они передали тебе этот Дух. И поэтому ты должен обратиться к служению освобождения, чтобы разобраться с этим Духом. И потом также колдовство является еще одним методом Иезавелия. Где-либо есть колдовство, где есть оккультизм, где есть оккультизм, ты там находишь Дух Иезавелия. Вот такие характеристики Иезавелия. Контроль. Убийство. Секс. Колдовство. И также манипуляция. И о чем я хочу поговорить с вами сегодня утром, это о манипуляции. Я могу говорить о любых из этих аспектов Иезавелия. Но давайте сегодня поговорим о аспекте манипуляции, и прочтем это местописание, которое вы открыли. Третья глава Царств, 21 глава. И это история виноградника Навуфея. Многие из вас, наверное, знакомы с этой историей. Навуфея был виноградник. Ничего особого в этом винограднике не было. Помимо того, что он просто находился прямо рядом с дворцом царя. Было множество других виноградников, которые даже были лучше, чем этот виноградник. Но этот виноградник находился прямо возле дворца царя. И Ахаб, муж Иезавели, он захотел иметь этот виноградник, потому что это было удобно для него. И вот что мы читаем во втором стихе. Вот что говорит Ахаб Навуфею о его винограднике. Он говорит, я хочу твой виноградник. И я тебе даже дам лучший виноградник, чем этот. Или же, если хочешь, я тебе дам денежный эквивалент. И вы помните, что Ахаб, он был женат на Изавеле. У Ахаба были свои демоны. Или он никогда бы не поженился на такой женщине, если у него не было бы демонов. И представьте, когда он поженился на Изавеле, он еще заполучил ее демонов. Некоторые из вас, мужчины, можете задумываться. Почему вы постоянно нарываетесь на плохих девушек? И почему, когда ты еще и женишься на этой девушке, она еще хуже становится, и ты становишься хуже? Так же и с вами, женщины. Вы хотите заполучить этого плохого мальчика. И потом вы выходите за него замуж, и вы становитесь еще хуже, чем он. Потому что в связи, в браке, вы делитесь многими вещами. Вы делитесь любовью. Аффection. Вашими надеждами. Вы делитесь вашими мечтами. Вы делитесь своими демонами. Поэтому, если у твоего мужа или у твоей жены есть демоны, они поделились с вами. Поэтому не присылай свою жену на освобождение. И не оставайся со своими демонами. Который ты получил от нее. You both need to get delivered. Поэтому оба идите на освобождение. Аминь. And you need to get delivered from the demons of your old lovers. Вы также должны избавиться от демонов ваших, бывших любовников или любовниц. Некоторые из вас были очень плохие. У вас было много любовников или любовниц. И вы получили всех их демонов. Когда ты занимаешься сексом с кем-то, ты получаешь их демонов. И не только это. That person you had sex with, Think how many other people they had sex with. Только представь себе, со сколькими людьми тот человек, с кем ты занимался сексом, занимался сексом. And you got all their demons too. That's a lot of demons. Представь себе, сколько демонов. That's a good reason to live a pure life in the Lord. Аминь? Come on, аминь. So if you haven't cleaned up your past, you could have a whole lot of Jezebel demons. I'm glad you're serving the Lord now. But you need to go back and get delivered of all the demons you got before you got saved. I'll stop there. So Ahab had all Jezebel's demons. He learned to manipulate like Jezebel. And he learned to manipulate like Jezebel's demons. I want that vineyard. Give it to me. I'll give you a better one. I'll give you money. Beware when Jezebel wants to make a deal with you. Jezebel is always wanting to make a deal. And it always sounds good. And Jezebel always wants to offer you something. I cannot tell you how many times I have heard this story. People say to me, I was tormented. I was tormented. So I went to see a healer or a psychic. And I got better. And I got better for a while. When you seek after the devil, you make it better at first. But Jezebel's a manipulator. But Jezebel's a manipulator. You'll pay a terrible price later. Verse 3. Nabus said, I'm not going to give you this vineyard. The Lord forbid that I should give the inheritance of my fathers to you. He stood for principle. Well, you know the rest of the story. He told Jezebel what was going on. And Jezebel said, don't worry. I'll get that vineyard for you. So she arranged to throw a big party for Nabus. To make him the guest of honor at the party. And she set up a plan. And she set up a plan. To get some bad people to lie about Nabus. And she even told them what lies they were to tell. This is what she told them. And what she told them. When you all come to the party. Tell them that Naboth blasphemed God and the king. Now the Bible tells us something interesting about this. The Bible also tells us something interesting about this. Verse 11 says. The men of the city, the elders, and the nobles. All of them were in on this scheme. Not a single righteous man said this is wrong. Not a single righteous man said this is wrong. Jezebel had them all under her control. Now I want to warn you about something. This is a powerful spirit. It's a powerful spirit. A very clever spirit. A very clever spirit. And when you take on Jezebel, it is a big challenge. They did what Jezebel told them to do. They stoned Naboth. And in verse 19, the prophet Elijah issues judgment against Ahab. He delivers the word of the Lord. You have murdered. You have taken possessions. And this is what the Lord says. In the place where the dog dogs lick the blood of Naboth, dogs shall lick your blood. Jezebel is a terrible spirit of manipulation. A week ago I did an exorcism on a woman that was fascinating. That was... Fascinating. Fascinating. Interesting. This woman and her husband came to me for help. This woman and her husband came to me for help. They were fighting and there were problems in their marriage. Can I tell you something about marriage? Can I tell you something about marriage? This is what I've learned in many decades of counseling. When there are problems in a marriage, when there are problems in a marriage, almost always Jezebel is at the root of it. So, if you've got some serious issues in your marriage, you need to get help. You need counseling. And you need to get the spirit of Jezebel out of your marriage. Now, listen to me on this. Men can have the spirit of Jezebel too. And women can have the spirit of Ahab. You need marriage counseling. And you may need deliverance. So, here's what happened with this couple. Let me show you how clever Jezebel is when she manipulates. The husband was always fighting with his neighbor. He hated his neighbor. He didn't like anything about him. He was always doing something wrong. He let the grass grow too high. He didn't clean up things around his house. He didn't trim his trees. stuff from his yard was always blowing over into this man's yard. He hated his neighbor. And he told his wife, don't even speak to him anymore. I don't like him. I don't like him. I don't like him. Stay away from him. So, one day, his wife decided to mow their lawn and make it look nice. And she looked over at the neighbor's yard. And she said to her herself, maybe I will change the neighbor if I'm kind to him. I will go mow his yard too. Doesn't that sound like a good idea? Sounds like the Christian thing to do, doesn't it? I will show kindness to the neighbor my husband hates. See how clever Jezebel is. Let me ask you the question. Was it wrong for her husband to hate the neighbor? It was wrong for him to hate the neighbor. We're to love our enemies. We're to be good to those who hate us. Was her husband wrong for hating the neighbor? ее муж. Был ли он неправ что ненавидел соседа? Да. What about the wife? Did she do anything wrong by being kind to go and cut his grass? I may ask you the question. How many of you think that was a good thing? How many of you think it was a bad thing? How many of you are afraid to say anything? It was a bad thing. And Jezebel used it. Why? Her husband was wrong. But she was under his authority. But she was under his authority. And by rebelling against the authority of her husband without talking to him, without asking him, she gave in to the spirit of Jezebel. She did a nice thing. But it was a bad thing. Jezebel's very clever. Because Jezebel is a very smart and that demon manifested it in her. Jezebel laughed. Jezebel laughed. She said, I manipulated her into disobeying her husband. And now he won't forgive her. And all they do is fight every day. I've got them right where I want them. I'm going to use this to destroy the marriage. And he used to destroy the marriage. Now do you understand? How clever Jezebel is. How clever Jezebel is. How Jezebel manipulates. Jezebel makes the wrong thing look right. And if you're not listening to God, you'll be manipulated. You'll be manipulated and fall into the plan of Jezebel. Let's break that curse of Jezebel. I want you to think for a moment about how Jezebel is manipulating you. about what Jezebel is doing in your life to twist things. Is there something you want? Like Ahab? And you're willing to pay the price to get it? заполучить это? Is there something in your past? That you're not dealing with? That you're not dealing with? And Jezebel is manipulating you. And Jezebel is manipulating you. через your past. Don't worry about it. Don't worry about it. It's all right. It's all right. Your sins are forgiven. Your sins are forgiven. You don't need deliverance. You're a good person. You go to church every week. You go to church every week. You speak in tongues. You're okay. You don't need to get delivered. But if God has been speaking to you this morning, But if God has spoken to you today morning, don't buy that lie. Don't buy that lie. Jezebel wants to manipulate you. Because Jezebel wants to manipulate you. Jezebel wants to control you. Jezebel wants to spiritually kill you. Jezebel wants to spiritually kill you. And that spirit is at work in some marriages and homes here this morning. I'm not trying to make you feel bad. Maybe you didn't realize what Jezebel was doing. You think you have a right to be mad at your husband. You think you have a right to be mad at your wife. And maybe there is a real problem there. But you've got to stop Jezebel from manipulating it. Until you bind that spirit of Jezebel, all the counseling isn't going to help you. All the praying and fasting for your marriage isn't going to help you. You've got to bind that spirit. Then pray. Then fast. Then get counseling. And then the problem will be solved. So I'm going to bind that spirit that's at work this morning. I'm going to bind that manipulating spirit of Jezebel. Сегодня я буду связывать этого манипулирующего духа Jezebel. Now when I do that some of you will get a reaction. If that happens let it take place. Let it happen. Don't just sit there. Let that happen. Let it just let go. Just let it go. And when I rebuke that spirit if you get a reaction to it I want you to get out of your seat and come to the front. And there are some husbands and wives here this morning. You need to take the hand of your wife. You need to take the hand of your husband. And get down here and get some prayer. It doesn't mean you're a bad person. It doesn't mean you have a bad marriage. It means Jezebel's at work. Are you ready for this? Now maybe your husband isn't here. Maybe your wife isn't here. Maybe you need to come and stand for them. Maybe you need to come and stand for them. To get Jezebel out of that relationship. And you can't get Jezebel out of that relationship. In fact Jezebel may be the reason your husband isn't here. Now it's Sunday morning. We don't have a lot of time. So let's get this done quickly. Put your Bibles and paper down. положите свои книжки, тетрадки, ручки. We're going after Jezebel. Jezebel the manipulator. Jezebel the manipulator. But according to Hebrews 4.12, I divide soul and spirit in this room. Where's the girl who's going to film for me? Where'd she go? She was here. Oh yeah, you. Just come stand over here, would you please? I divide soul and spirit. I divide soul and spirit. No, just wait. No, just wait right over there. I would like to do anything until I ask. Well, you can start telling me now. Go ahead, do it now. How do you turn it on? No, don't do it. The reason I divide soul and spirit is this. Hebrews 4.12 tells us that we can separate by the word of God, soul and spirit. You've seen me do that many times. Here's why. Your spirit belongs to Christ. Your spirit's good. There aren't any demons in your spirit. So I set that aside. But it's down inside your soul. In your feelings, in your emotions. In the thoughts of your mind. And that's where the devil is operating. That's where the devil is operating. And that's where Jezebel is. And that's where Jezebel is. I come against you, Jezebel. I come against you, Jezebel. But the power of Christ. You are judged. You are judged. The dogs will lick your blood. They will eat your flesh, Jezebel. They will eat your flesh, Jezebel. As the blood and the flesh of Ahab. There are people in this room, Jezebel. There are people in this room, Jezebel. That you've manipulated too many times. There are marriages you're trying to destroy. There are marriages you're trying to destroy. Families you're trying to break up. But we resist you by the blood of Christ. We strike you with judgment, Jezebel. With the judgment of God. I come against you. All of your control. Your murder. Your sexuality and witchcraft. But most of all, your manipulation. You cannot manipulate these people anymore. I resist you, Jezebel. For all the abuse. All the hurt. All the destruction. And the lives of those here this morning. You will obey. You will leave these people. You'll get out of their lives. You'll get out of their marriages. You will let them go. You will let them go. I strike you with judgment, Jezebel. Release them. Release them in the name of Christ. Now, wherever you feel, just get out of your seat and come up here right now. Come on. Come on. If you're near someone like that, help them. Somebody help us. Somebody help us. Right there. Somebody help us. Somebody help us. Come up. Right here in front. Hey, come right over here. Come over here. Come over here. Grab her. Force her to come up here. I need some men. Just pull her right over here. Pull her right over here. Come on. Grab her. Pull her right over here. Tell them to forcefully bring them here if they have to come up here. Come on, bring them up quickly. One more time. I'm going to rebuke the spirit of Jezebel. I'm going to rebuke the spirit of Jezebel. And if you feel the reaction to it. If you feel the reaction to it. You come here now. You come here now. Let's get at least two men to hold on to her. Hold on to two men. And get her up on her feet. Get her up on her feet. I strike you with judgment, Jezebel. The judgment of Christ. The judgment of Christ. Get up and face the judgment of God. Get up and face the judgment of God. Face the judgment of Christ. Get up and face the judgment of Jesus Christ. Get up and face the judgment of Jesus Christ. I torment you by the power of 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 Christ. You look at me, Jezebel. Look at me. Look at me. Open your eyes. I command you to open your eyes and look at me. Open them. I command you by Christ. Open those eyes. Open your eyes. Make you with judgment. I bite you with judgment. Божьим. Я бьютибер, Судом Божьим. Остырная, да? Ты будешь повиноваться Богу. Ты будешь повиноваться Богу. She repeated what you said. She said, you will obey God. She said, what? She said, you will obey God. She just repeated what you said. Да! На сцену выведите, пожалуйста. Четыре, четыре. Четыре парня, еще один парень, вернись, пожалуйста. Вот здесь ее. Припаркуйте. Нет, стоять здесь. Нет, здесь. Заткнись. Нет. Нет. Не знаю, что вы сделали для всех этих людей. Я хочу поговорить с ней. Дай ей пить. Держи стаканчик. Никогда не отдай стаканчик к кому-то. Я хочу задать тебе пару вопросов, пожалуйста. Держите ее вот так, чтобы не ей вреда не причинить, не себе. Когда вы будете держать ее... Она говорит английский. Я знаю. Вы говорите английский. Хорошо. Сейчас, давайте, давайте. Хорошо. Вы говорите английский? Я из России. Вы должны говорить русский. Я говорю русский. Как ты зовут? Меня зовут Мила. Мила. Откуда ты, Мила? Я сейчас живу в Украине. В Украине? Что ты делаешь в Украине? Я приехала, чтобы встретиться с тобой. Вы пришли по всей Украине, чтобы увидеть меня в Украине. Ты из Украины — где ты делаешь? Откуда ты из Штатах? Я живу в Бостоне. Бостоне? Да. Есть церковь Новое Поколение в Бостоне. Наш пастор там Виктор Абрамчук. И я передаю вам большой теплый привет нашей церкви. Да. Вот поэтому теплые приветствия с Бостона вам. Мила. Мила. Сколько лет тебе, Мила? Я 45. Мирот или женская? Мирот или женская? У меня есть сын, ему 6 лет. У меня есть сын, ему 6 лет. Почему же ты провела такой путь с Америки сюда, чтобы встретиться со мной? It's so much to say, but I will try to be sure. Did you know you have demons? Ты знала, что у тебя есть демоны? I was feeling, I was praying in my house, in my office, with you, when you were teaching people how to do... On YouTube? On YouTube. Я просто, когда смотрела твои записи в YouTube, я молилась и чувствовала, что у меня надо сюда приехать. Ты смотрела мои записи на YouTube, и ты молилась. И демоны начали проявляться прямо дома у тебя? Да. That is amazing. У нас замечательная церковь, хорошее присутствие Божие в церкви. У нас замечательный пастор. Но мое сердце говорило мне, что я должна встретиться с вами, пастор Коб. Я чувствовала, как будто я умираю, и я должна бежать срочно к вам. Я не знаю, как объяснить вам то, что я чувствую внутри. Мила, я помогу тебе. Конечно же, у тебя есть демоны. Я знаю, что ты проделала такой большой путь, поэтому ты... Мой замечательный брат и моя замечательная сестра уже здесь. Брат и сестра, выходите сюда. Теперь хочу быстро что-то сказать вам. Есть много разных причин, по которым я делаю это. Первое, я хочу видеть, как люди освобождаются. Второе, я хочу, чтобы вы видели, как они освобождаются. И это очень важно. Чтобы вы знали, что Он есть Христос. Сын живого Бога. И Он хочет спасти тебя. Он хочет, чтобы ты стал Его детем. Ты видел силу Божью. Чтобы эта сила была реальна в твоей жизни. Во имя Иисуса. Как в своем Господе и Спасителе. Слава Богу. Давайте мы все поднимемся. Подними свои руки к Богу. Святой Дух. Мы верим в твое помазание, которое исцеляет, спасает и благословляет. Если в твоем теле есть какая-то болезнь, ты знаешь, что на твоей жизни какое-то проклятие, положи руку свою правую на сердце. Положи правую руку на сердце. Святой Дух, я прошу Тебя, прикоснись сейчас и исцели всех больных. Пусть всякое проклятие, всякое колдовство будет разрушено силой Святого Духа. Иисус, мы благодарим Тебя, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе. Мы любим Тебя, мы благословляем Тебя. Иисус, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Халлилюя. Халлилюя. Иисус, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Я сейчас молюсь против всякого проклятия на этом месте и на каждой жизни во имя Иисуса Христа. И пусть в этот день разрушится всякое проклятие преждевременной смерти. Я говорю, пусть ни один человек не умрет. Поэтому я обращаюсь к Тебе всякий нечистый дух, дух смерти. Я говорю сейчас во имя Иисуса Христа оставайте жизни, оставь этих людей. Я говорю, всякий дух немощи и болезни Прямо сейчас убирайся из каждой жизни Во имя Иисуса Христа Во имя Иисуса Христа Я говорю, дух немощи и болезни Дух Святой Мы благодарим Тебя за Твое помазание, за Твою силу благословения Есть человек, у которого исцеляются в паху лимфоузлы Прямо сейчас, просто принимай свое исцеление Есть женщина, у которой проблема со щитовидной железой Господь исцеляет тебя Просто благодари Иисуса и поклоняйся Ему Господь возвращает тебе славу свою Когда ты благодаришь Его, когда ты благодаришь Его Катаракта на левом глазу Просто принимай исцеление Есть человек, у которого проблема с левой рукой У тебя длительное время боли сильная Исцелись во имя Иисуса Христа Я сейчас выступаю против гепатита Против СПИДа И я проклинаю все эти вирусы Пусть сегодня они разрушатся И выйдут из этих тел Мы принимаем Твое исцеление, Дух Святой Мы благодарим Тебя, Иисус Что ранами Твоими мы исцелились Мы благодарим Тебя, Иисус Что ранами Твоими мы исцелились Мы благодарим Тебя, что мы искуплены от всякого проклятия Чтобы сила благословения действовала Я говорю от последнего ряда до первого Пусть сейчас, позже благословение Оно упадет на твою жизнь Поклоняйся Богу, поклоняйся Богу, поклоняйся Богу Аллилуйя 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 Иисус, Дух Святой, мы славим Тебе, Господь. Аллилуйя! Святой, Святой, Бог всемогущий, Святой, Святой, Вся земля поет, Что Ты один достой, только Ты достой, И все творение пред Твоим лицом падет. Святой, Святой, Бог всемогущий, Святой, Святой, Вся земля поет, Что Ты один достой, только Ты достой, И все творение пред Твоим лицом падет. Святой, Святой, Бог всемогущий, Святой, Святой, Вся земля поет, Что Ты один достой, только Ты достой, И все творение пред Твоим лицом падет. Святой, Святой, Бог всемогущий, Святой, Святой, Вся земля поет, Что Ты один достой, только Ты достой, И все творение пред Твоим лицом падет. Святой, Святой, Бог всемогущий, Святой, Святой, Вся земля поет, Святой, 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 Святой, 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 Вся земля поет, Святой, Святой, Вся земля поет, Святой, 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 Вся земля поет, Давайте мы закроем свои глаза Давайте все закроем свои глаза Если ты еще чувствуешь присутствие какого-то беса внутри себя Сейчас именем Иисуса Христа Я прикажу Ему уйти Для того, чтобы мы это сделали одновременно и все И ты стал свободным человеком Дух, воздух, один корень Когда ты вдохнул дым и хочешь от него избавиться, тебе надо его выдохнуть Мы можем верой сегодня просто выдохнуть всех демонов из своей жизни Один, два, три раза Если ты почувствуешь, что идет кашель Идет какой-то крик Идет зевота Не сдерживай себя Я попрошу, закройте свои глаза Во имя Иисуса Христа Я разрушаю всякое проклятие над жизнью этих людей Я разрушаю всякое колдовство Все проклятия, произнесенные родителями Все проклятия, произнесенные мужьями Я разрушаю сейчас именем Иисуса Христа И все слова колдовские, сделанные, сказанные, провозглашенные именем Иисуса Я отменяю сейчас Я разрушаю всякое проклятие Я запрещаю держать этих людей в рабстве И сейчас я обращаюсь ко всем демонам здесь Всяким духом преждевременной смерти Духом, несущим бесплодие Нищету Одиночество Духами из завели И я говорю всем вам прямо сейчас Убирайтесь вон! 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 Я запрещаю вам оставаться в этих людях И я говорю, убирайся вон! Уходи с дыханием! Уходи с криком! Уходи с зимотой! Я говорю, ты дух преждевременной смерти Вон! Дух рака! Вон! Колдовской бес! Вон! Я запрещаю колдовству действовать на этих людей Я говорю всяким бесам колдовства Вон! Чьяма сытолок робокотолофлесотолоро И в Иисусе имене флесотолоро Чьяма хату лоро Во имя Иисуса Я запрещаю тебе оставаться Начинай двигаться бес И выходи, я сказал Во имя Иисуса Христа Выходи, выходи, выходи Я не даю тебе права оставаться в этих людях Я не даю тебе права действовать в их жизни Если в твоей жизни сейчас происходит освобождение Тебе не надо молиться Тебе надо дать возможность выйти этому дьяволу Я сейчас говорю ко всяким бесам зависимости Наркомании, алкоголизма Я говорю, ты вонючий дух Вон! Чьяма сытолок робокотолофлесотолоро Дух Святой Мы принимаем это помазание Скажи вместе со мной Я искуплен от проклятия Иисус Был проклят И я отдаю Всякое проклятие Всякое колдовство Все слова проклятия На Голгофский крест И я говорю с этого дня Дьявол, ты не имеешь власти Надо мной Я поднимаю свои руки И я принимаю благословение Следующие три минуты просто Слава Богу, слава Богу Слава Богу сильно Слава Богу от всего сердца Слава от всего сердца Вред твоим лицом пойдет Святой, святой Бог всемогущий Святой, святой Вся земля поет Что ты один достой Только ты достой Слава Богу Слава Богу Я говорю сейчас исцеление приходит Слава Богу! Дух Святой, я прошу тебя, чтобы ты коснулся всех людей. И между Отцом Небесным и человеком стоит грех. Пусть сегодня, в этот день, он полностью будет отдален. Давайте все закроем свои глаза. Здесь есть присутствие Божье. И в присутствии Божьем ты можешь освободиться от всего греха. Если ты никогда не каялся, никогда не принимал Иисуса. Или, может быть, ты это делал, но по какой-то причине отступил от Него. Согрешил, упал. И сегодня ты вроде как и христианин, но тебя нельзя назвать верующим. Дух Святой на этом месте. Кровь Иисуса готова сейчас омыть все твои грехи. Если ты хочешь принять Иисуса, покаяться, отдать свое сердце Богу, стать Детем Божьим, или, может быть, после отступления возвратиться. Я хочу помолиться за тебя. И для того, чтобы я это сделал, я хочу знать, где ты. Если ты такой человек, высоко подними свою правую руку, правую руку, правую руку, правую руку. Высоко подними свою правую руку. Если тебе надо покаяние, высоко подними свою правую руку. Сейчас все, кто поднял свою правую руку, оставьте свое место. Быстро идите сюда, быстро идите сюда Я хочу молиться за вас и хочу молиться с вами Чтобы Иисус простил ваши грехи Чтобы Иисус омыл вас своей кровью Кровь Иисуса готова омыть тебя Иисус готов принять тебя Иисус готов спасти тебя Иисус готов простить тебя Иисус готов омыть тебя своей кровью Он готов сделать тебя праведным человеком Быстро беги сюда, беги сюда к Богу Беги к Богу Я говорю, дьявол тебя потерял сегодня Бесы тебя потеряли сегодня Иисус стал твоим Господом Иисус стал твоим Спасителем Быстрее, 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 быстрее Давайте прославим Бога Дьявол тебя теряет сегодня Ты выскакиваешь из-под его власти Ты из-под его контроля Все, ты не погибнешь Ты не умрешь Он тебя не разрушит Потому что ты идешь к Иисусу Аллилуйя Аллилуйя Давайте большую славу Иисусу дадим Слава Богу Может быть еще кто-то затерялся Ты борешься с собой Нужен тебе Бог, не нужен 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 Дьявол тебе не нужен Это точно Бесы тебе не нужны Это точно Бог тебе нужен Иисус тебе нужен Спаситель тебе нужен У нас один Спаситель Один Господь Один Иисус Христос Который умер за нас Который заплатил за нас Цену Чтобы мы жили Давайте закроем свои глаза И скажем слух Иисус Христос Сегодня я решил обратиться к Тебе Я прошу Тебя Прости все мои грехи Своей святой кровью Омой меня От всякого преступления От всех грехов прошлого В этот день Я отрекаюсь От колдовства Проклятия Блуда Нечистоты И я говорю Иисус прости меня Омой меня своей кровью В этот день Я принимаю Тебя Иисус И я смело заявляю С этого дня Ты мой Господин Над моей судьбой Над моей жизнью И сегодня Ни болезни будут меня контролировать Ни деньги меня будут контролировать Ни люди меня будут контролировать Сегодня я под властью Иисуса Христа Который мой Господь Мой Спаситель Мой Бог И я знаю Когда я обращусь к Нему Он меня услышит Он меня примет Он сделает то, что я прошу Спасибо Тебе, Иисус В этот день Ты вошел в мое сердце В мою жизнь Амин Мы хотим вам подарить книжечки Мы вас поздравляем Благословляем И верим, что Милость Божья Над вашей жизнью сегодня Слава Богу Вы можете пройти на свои места Если вы получили книгу Давайте мы поаплодируем Всем этим людям Слава Богу Мы рады за вас Братья наши, сестры Вообще Присаживайтесь В этом городе Столько много людей Которые братья и сестры Некоторые Куда-то убежали Но они тоже братья и сестры Амин Амин Слава Богу Слава Богу Пастор Боб Welcome Давайте мы поприветствуем еще раз Нашего пастыря Пастыря Боба Спасибо большое За такое сильное свидетельство Демонстрацию силы Демонстрацию Божьего помазания Я вот честно скажу Я как бы вот появляется бес Я его выгоняю и все Но я не знал, что вы можете Там вот куда-то на три века назад вернуться Кого-то там узнать Какого-то Ашана вызвать Или как его Ахана Амана Ашу какого-то позвать Короче Поговорить с Ашей Вот Узнать у него, что он там сделал 300 лет назад Я вам скажу Я вам скажу, ребята Битва экстрасенсов Это ерунда Если бы туда Боба Ларсона послать Он бы рассказал всем все Вернее, он бы посмотрел вот так Где этот Вот так бы смотрел вот так Я вот все пытаюсь научиться так смотреть Вроде и глаза черные Вроде как и Ну Чисто вот такой Смотрите на меня Вот Не получается пока Ну как иногда получается Я в Африке в основном тренируюсь Вот Слава Богу Давайте большие аплодисменты Бобу дадим За его служение За его помазание И всю Следующую неделю Он будет учить Об эксорцизме Как изгонять бесов Как он это делает Как он достает Эту всю информацию Как он достает Эти все проблемы Из людей И Если кто-то Хочет Быть на этих семинарах У нас есть Лена Пенкина Где она? Вон она И вы к ней можете подойти Она вас запишет Чтобы вы тут присутствовали Но присутствовать Вы должны От и до То есть если вы куда-то Выйдете Пойдете Вас уже назад не пустят И деньги назад не отдадут Которые вы заплатите Вот То есть Это очень важно Потому что Знаете К этим вещам Нельзя относиться Легкомысленно Это вот одна из тех сфер Чего не переводишь Переводи Одна из тех сфер Которые Нельзя относиться Легкомысленно К этому нужно Относиться Серьезно Знаете С духовным миром Шутки Очень плохи Да И люди Которые начинают Шутить с духовным миром Они потом попадают Они попадают Я просто знаю это Знаете Вот сейчас пастырь наш С Новокузнецка Позвонил Говорит Перед служением Освобождения Говорит В церкви Прямо в церкви Кто-то занес Колдовские Какие-то куклы Проткнутые И положил Прямо в церкви Они хотели Нам навредить Представляете Нормально Сто человек покаялось Бесы со всех Повыходили Вот То есть Они хотели Навредить Они не могут Навредить Но Если ты серьезно К этому всему Относишь Понимаете Если ты так Относишься Как попало Тогда Лучше не лезь Туда куда не надо Да Евгений Слава Богу Хорошо Пастор Боб Еще раз Thank you so much Видите К вам С Америки Прямо приехали сюда Я вот всегда Когда слушаю Такие истории Это может не переведить Он все равно не поймет Я вспоминаю Этот фильм Помните Фильм Про Остапа Бендера Он говорит Проведем Говорит сюда Самолет будет летать Москва Васюки Так вот это у нас Бостон Першитраинск Бостон Першитраинск Проведем Слава Богу Виктору Пастору Привет большой Передавайте Амэн Кто Кто вообще Верит Что ему надо Власть над бесами Сегодня Сильное слово Поэтому В него надо Посеять Аминь Возьми свою жертву Возьми свою жертву Подними ее к Богу Я думаю Кто-то уже за ведрами побежал Есть такой человек Дух Святой Во имя Иисуса Христа Мы молимся Чтобы эти жертвы Они Принесли нам власть И авторитет В духовном мире Чтобы мы могли Наступать на змей Скорпионов Всякую вражью Силу Чтобы мы могли Связывать И развязывать Чтобы мы могли Приказывать Дьяволу И как Библия Говорит Противостоять Ему Твердой верой И прямо Сейчас Я Принимаю Это помазание Эту власть Давайте мы принесем Свои жертвы Кто-то Кто ближе Здесь сидит Можете прийти сюда Кинуть Всем остальным Подайте Несите туда дальше Аллилуйя Пастор Боб Спасибо еще раз Давайте Хорошие аплодисменты Дадим Я очень рад Что когда-то Мы с вами Познакомились Там когда В Голливуде В следующий раз Будете Можете Нас позвать Слава Богу Слава Богу Спасибо Отец Небесный Мы молимся За эти нужды И проблемы Мы верим Что Сегодня Над этим местом Открытые небеса Мы верим Что Помазание Божье Близко к нам И Мы можем Взывать Тебя Господь И просить Об этих нуждах И проблемах Я молюсь За семьи За дома Я молюсь За людей Которые Сегодня Попали В какие-то Проблемы Проклятия В зависимость В колдовство В неустройство Во имя Иисуса Христа Дьявол Я разрушаю Всякий твой контроль Я говорю Всякий дух смерти Дух колдовства Убирайся вон Жемар А лаблес Сит А лаблес Шития Я молюсь Против Всех Раковых Заболеваний Против Всех Неизлечимых Заболеваний Пау Пау Пьяна Маши Толоророро Паси Толом Помогая Дух Святой Я принимаю Твое помазание Я принимаю силу Благодати Твоей И я благодарю Тебя Иисус Что сегодня Твоя сила Действует Во имя Иисуса Христа Спасибо тебе Господь Мы молимся Так же Чтобы Чтобы Это помазание Власти Силы Авторитета Оно Осталось На нас И мы говорим Дьявол Не будет Нас контролировать Мы будем Определять Где дьяволу быть Мы будем Говорить ему Куда ему Ити Мы будем Говорить ему Куда ему Убраться Из нашей жизни Во имя Иисуса Христа Слава Богу Слава Богу Все Обними И поцелуй Рядом Сидящего Свободного Человека И Будьте Благословенные С миром Божьим